В развитии экономического блока послания президента главный эфир за комментариями отправился к премьер-министру Беларуси Андрею Кубякову. О курсе правительства, диверсификации рынков сбыта, высокотехнологичном производстве и многом другом. Андрей Владимирович, во время послания президент заявил, что мы удержим курс, мы удержим цены, сохраним рабочие места. Все это обещание, но тем не менее нужно показать, что будет сделано. Так все-таки какой курс выберет правительство по нивелированию различных вызовов? Заявление очень продуманное, потому что совокупность факторов имеет важное значение. Прежде всего и главная задача это достаточно жесткие денежно-кредитные инструменты. То есть деньги должны быть заработаны. Президент это еще раз повторил. Раздачи денег не будет, деньги надо зарабатывать. Проводить жесткую денежно-кредитную политику, это все ведет к тому, что у нас будет предсказуемый курс, у нас будут приемлемые параметры инфляции. Инфляция сама по себе это экономическая кодиория, которая указывает на здоровье экономики. Но вообще ее размеры можно, конечно, достигать и путем как административного, так и экономического регулирования. Мы уже чрезвычайные меры ценового регулирования, которые были приняты в конце 2014-начале 2015 года, практически от них отказались. И тем не менее на параметрах инфляции это не сказалось, и даже наоборот, инфляция постепенно идет в затухание. Белорусская экономика экспорта ориентированная. Часто звучит тезис о том, что необходима диверсификация экспорта. Какими направлениями сейчас мы можем заменить падение экспорта в Россию, Украину, Казахстан? На каких направлениях будет акцент делать правительство? Ну, глава государства, вы помните, когда в декабре представлял обновленный состав правительства, поставил задачу о том, что мы должны прийти к уровню экспорта 5 миллиардов долларов в страны Китая, Индии, Индонезии, Северной Африки, Южной Африки, Латинской Америки. Всего правительство, вот исходя из этого поручения главы государства, определило 56 стран в качестве перспективных рынков для экспорта нашей продукции. Собственно говоря, определенные результаты, в общем-то, есть, хотя нельзя им удовлетвориться. За два месяца 2015 года вот в эти 56 перспективных рынков мы направили продукцию на 107 миллионов долларов больше, чем год тому назад. В общем-то, цифра не маленькая, но, с другой стороны, в Российскую Федерацию на экспорте мы потеряли почти 900 миллионов долларов. Меры предпринимаются, но пока глубина, и достаточно их далеко от того, что необходимо. Один из центральных акцентов послания – это переход нашего производства от сырьевого к высокотехнологичному продукту. Что поможет белорусским производителям совершить вот такой исторический поворот? Как мы поступаем, в общем-то, это можно проиллюстрировать на нескольких модернизационных проектах. Конечно, ассоциацию не у всех, вот в данный момент пока еще достаточно положительная по поводу результативности переработки нашей деревообрабатывающей отрасли. Но, тем не менее, мы выпускаем сейчас современные, освоили производство современных плит МДФ, ХДФ там. Но одно дело – проводить плитную продукцию, другое дело – производить готовую мебель. Вот сейчас ставится задача о том, чтобы мы не только производили современный высококачественный продукт, который имеет качество полуфабриката, а вот уже целый ряд мебельных организаций уже почти полностью переходят на укомплектование себя полуфабрикатами, изготовленными в Республике Беларусь, тем, чтобы мебель продавать на экспорт. Это, с одной стороны, более глубокая переработка сырья нашего лесного, то есть дерево на корню мы уже или простые полуфабрикаты не реализовываем. С другой стороны, это возможность для наших граждан создать новые рабочие места, высокоэффективные, продуктивные и зарабатывающие на том, что мы создали новый продукт у себя в стране. Еще одно прямое поручение правительству – пересмотреть систему господдержки предприятий. Какие вот новые подходы появятся в этой системе? Абсолютно новые, никому неизвестные, ничего мы в кармане или в рукаве не держим. Во-первых, господдержка должна иметь ярко-целевой характер. Второе, значит, она не должна быть той, как бы кто-то считает палочкой-выручалочкой, спасительным каким-то кругом, который кидают предприятиям, которые провалили дело. Господдержка – это не способ удержания на плаву банкротов. Господдержка должна быть конкурсной для того, чтобы эффективность этой господдержки была максимально высокая, чтобы на рубль господдержки был получен максимальный эффект. И второе, она должна быть равнодоступной всем субъектам хозяйственной республики Беларусь, которые заинтересованы в получении этих средств, а не только избранным и которые относятся исключительно государственной собственности. Во время послания прозвучало заявление о том, что в 2016 году будет введен мораторий на рост количества и сумм налогов. Расскажите подробнее, на кого распространится этот мораторий и как долго он продлится? Во всяком случае, речь шла пока на совещании известного президента по налоговой политике в начале февраля о том, что будет абсолютно гарантировано, что в 2016 году никаких изменений на три года не будет. Поэтому по составу налога, по всей видимости, абсолютно это было президентом сказано, никто менять ничего не будет. Что касается количественных ставок, то в общем-то они у нас тоже конкурентные. То, что касается оплаты или взимания на платежи от фонда заработной платы, касающихся прежде всего платежей фонд социальной защиты, да, он у нас немножко выше. Но с другой стороны, это выбранная социальная политика в государстве, поэтому каких-либо дополнительных предпосылок для изменения ставок в общем-то нет. Поэтому это и дало возможность президенту об этом так сказать. И в общем-то правительство взяло к исполнению абсолютно выверенную позицию, что в 2016 году структура налогов не изменится, ставки этих налогов, значительных корректировок не предполагают. Но в то же время зарекаться о том, что на ближайшие 5-10 лет ничего меняться не будет, но мир меняется. Правительство прежде всего заинтересовано в том, чтобы ставки были постоянными, это создает предпосылки для лучшего ведения бизнеса, привлечения инвестиций. И мы в этом прежде всего сами заинтересованы. Спасибо большое, Андрей Владимирович, что уделили время, нашли время для интервью. Спасибо. И вам спасибо.